Приветствую вас. Ну, про игроманию вам, в принципе, сказали мои коллеги всё. Я не думаю, честно говоря, что здесь можно что-то добавить адекватно, потому что, ну, всё сказали, что нужно, мои коллеги. Лично меня насторожил тот факт, что два-два брака было до этого, и оба брака, как я понял, распались. Вот это меня насторожило. Насторожил меня также и, в общем, тот факт, что вы как-то, ну, достаточно быстро начали его проверять. То есть, меня серьёзно насторожил этот факт, что вы, мужчины, ну, стали проверять. То есть, залезли к нему в телефон, вот, то есть, нарушили его личные границы, личное пространство, вот, нарушили. Меня это очень сильно насторожило. Потому что, я думаю, что это всё, ну, как бы, неспроста. Да. Вот. Я думаю, что это... Ваш известный опыт. Какой-то опыт. Опыт. Поведение. 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 В таких ситуациях. Вот. Значит, ну, благодаря чему-то этот опыт у вас появился. Благодаря чему-то. Как-то отношения с вашими первыми мужчинами, да, вот, вкладывались так, что между вами не было вам доверия. Вот. И вы не привыкли доверять. Вот. Это такой момент. Дальше. Бросьте в глаза то, что весь бюджет мужчина приносит вам. Вот. То есть это тоже такой подозрительный элемент, ну, подозрительный факт. В том смысле, да, что почему он это делает, почему он приносит вам все деньги, почему деньги у вас. Вот. То есть тут, мне кажется, тоже есть, ну, момент, тут тоже есть момент того, как вы выстраиваете отношения. с людьми, с мужчинами, с твоими. Вот. То есть мне кажется, что здесь нужно поисследовать тоже. Вот. То есть если вы выстраиваете отношения с мужчинами так, что они приносят деньги вам, да, ну, то, ну, наверное, в этом есть какие-то основания. Наверное, это какие-то причины. Лично, ну, лично, лично ваши, скажем так. Вот. А в целом, я думаю, что нет ничего плохого, если вы ему признаетесь, то есть если вы скажете, что у вас был опыт взаимодействия с игроманами, да, к примеру, и что вы уже вот как бы догадались, что он играет. А говорить про то, что вы залезли к нему в телефон и проверили, ну, как бы его историю, да, нет, мне кажется, это не стоит. А, потому что, ну, ничего хорошего из этого не выйдет, ничего хорошего из этого не получится. А, человек, вы от себя только ополкнете и сильно ополкнете. Поэтому, по моему мнению, здесь ни в коем случае нельзя признаваться ему и рассказывать, значит, о том, что вы залезли к нему в телефон. Вот. Хотя это, на самом деле, уже вопрос к вам больше. Почему вы залезли к нему в телефон? Для чего вы залезли к нему в телефон? Как вы относитесь к человеку, если можете позволить себе такие действия, насколько вы уважаете человек? Ну, это уже вопрос, скорее, к вам. Вопрос в моральных всяких принципах. Больше. Вот. А, дальше. М-м-м-м. С чего найдет отговор? Нет, отговора пока начинает ненужно, да, только можно просто сказать, что, значит, играет, да, то, как бы, насколько все плохо. И дальше уже смотреть. Ну, вот, значит, какие мои действия теперь? Ну, то есть, вот вы и все время спрашиваете у нас, какие ваши дальнейшие действия, но ориентироваться вам нужно на себя. Ну, то есть, нам, как психологам нужно, скорее, проанализировать то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Вот. Потому что два брака у вас, я так понял, не сложили, с этого есть причина, вот и, вот с ними нужно работать. Вот. Потому что мужчин вы выбираете себе соответствующих. То есть, смотрите, ваш мужчина, он, как сказать, он, вроде бы, да, целиком полностью зависит от вас. А то есть, он все деньги принесла, от бюджета у вас. Вот. А, вполне вероятно, что ему требуется, ему нужна какая-то компенсация. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. То есть, ему, вполне возможно, нужна, просто компенсация какая-то. Вот. За то, что он не чувствует, возможно, возможно, себя с вами, значимо. Вот. Вот. Собственно говоря, примерно вот такой аспект. и, важно понять, как обстоят дела с предыдущими мужчинами. Вот. То есть, смотрите, ваш ориентир, в данном случае, не совсем ясный. То есть, не ясно, на что вы ориентированы. Вы хотите мужчине помочь? Вы хотите себя обезопасить? Или как? А это очень важно, что вы хотите. Очень важно. Очень важно понять, какую цель вы преследуете. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Удачи вам. И вот так. До встречи. Продолжение следует...